Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня, 20 июня, я экстренно обращаюсь к вам в связи с тем, что у нас пошел резкий прирост заболеваемости. Если последние дни у нас нарастало в среднем по 15 человек в день, то за последние сутки это 42 человека. И по общению со своими коллегами из ближайших районов и из таких же зато, как мы, мы видим, что эта заболеваемость резко также увеличилась и на других территориях. И по анализу этой заболеваемости, с учетом инкубационного периода, с учетом того, кто куда выезжал, мы видим, что сейчас вот эти 42 случая за последние сутки это не вспышечная заболеваемость. Это заболеваемость многих людей, которые отказались от использования средств индивидуальной защиты, отказались от системы изоляции и прекращают использовать другие средства защиты в общественных местах. Я хочу сказать, что те организации, которые используют средства защиты, все-таки на сегодняшний день показывают хорошие результаты. У них не прибавляется большое количество больных. Вот на сегодняшний день из 42 новых больных только пятеро из ВНИЕФ. И я давно уже говорила, что ВНИЕФ создали хорошую систему защиты. И нам нужно учиться и перенимать опыт. И многие подразделения, в первую очередь те учреждения, которые являются подрядными организациями во ВНИЕФ, тоже это делают. Это стали очень хорошо делать наши организации, работающие с детьми, обжегшись первый раз. Но это, к сожалению, не касается многих других. Очень расслабились индивидуальные предприниматели, очень расслабились неработающие лица, а также люди, находящиеся, женщины наши, находящиеся в декретном отпуске. И очень расслабились дети, студенты и пенсионеры. Да практически все. Учитывая инкубационный период и анализируя все наших 42 случая, мы приходим к выводу, что мы сейчас пожинаем плоды наших праздников с 12 по 14 июня. Люди посчитали, что можно уже гулять, можно встречаться большими компаниями. Заболевают большими семьями, большими контактами, но не теми контактами, как раньше, когда мы вместе живем в одной квартире и нам деваться некуда. Когда болеют вокруг четверо наших родных, то и пятый заболеет. А это огромные встречи, когда приглашают бабушек, дедушек, сестер, свах, всевозможных дальних родственников и встречаются, причем по надуманным поводам, просто для того, чтобы отметить праздники. Это выезды очень большие. У нас заболевания, вот во всяком случае из этих 42 случаев есть. Обратите внимание, Дивеевский район, Ордатовский район, у нас Мордовия пошла очень активно, район Зубовой поляны, Темниковский, Ельниковский. Обратите внимание, сейчас там у нас идет это все под видом острых респираторных вирусных инфекций. И люди, заболевшие, отмечают, что да, были в празднике у своих родителей, да, у них были признаки ОРВИ, они болели. Или там, допустим, наша тетушка болела пневмонией, мы это знаем, но мы ее все равно навещали, мы ей помогали. Если вы ведете такой образ жизни и считаете возможным сейчас помогать и навещать больных, да еще при этом не использовать меры профилактики, значит вам тогда не нужно потом выходить и нужно как-то защищать всех остальных. А у нас люди при этом и в общественном транспорте, и в магазинах перестали носить маски, перестали одевать перчатки, перестали использовать кожные антисептики и считают, что все уже замечательно. Но самое неприятное при всем этом, что при этом росте заболеваемости у нас может много появиться и тяжелых больных. Я напоминаю, что сейчас на наших территориях сопредельных, там где заболеваемость выходит из-под контроля и больных становится очень много, их не успевают взять на легком, на легких стадиях, на первых этапах заболевания, они поступают уже тяжелые и уже сейчас начинают тяжело болеть и умирать. На сопредельных с нами территориях люди не 65 плюс, а в районе уже 60 лет, уже молодеет контингент людей, которые тяжело болеют. И сопутствующие заболевания уже не такие тяжкие, пока нам очень помогает помц, очень в Нижнем Новгороде. Он берет на себя средне тяжелых и тяжелых и вытаскивает их буквально с того света. И мы очень благодарны им и рады, что у нас есть такая возможность. Но вы поймите, если таких станет много, они не смогут оказать такое огромное количество. Поэтому я всех призываю, начиная с сегодняшнего дня. Помните об этом. У нас прекрасная погода, у нас дачи, но дачи для средства для самоизоляции, а не для встречи с огромным количеством людей. То же самое касается пляжей, то же самое касается КП. Напоминаю всем о том, что мы не собираемся во дворах огромными компаниями, мы не собираемся в общественном транспорте без масок, мы не собираемся в магазинах и не толкаемся там для того, чтобы поболтать друг с другом, опять же, без масок. Я нацеливаю вас на разумное поведение и очень буду вам благодарна, если вы будете дальше соблюдать меры профилактики. Здоровья вам, всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok